Я всех приветствую. Сегодня с вами Михаил Шейтельман и я, Наташа Влащенко. Будем обсуждать события последних дней, тем более, что даже за сегодняшний день очень много интересных и острых, и по-настоящему обсуждаемых событий. Итак, начну с ПАСЭ. Михаила, ПАСЭ призналась сегодня действующим режимом России на сегодня террористическим. По-моему, это первая организация в мире, которая об этом официально объявила. Если я не ошибаюсь, могу, конечно, тут могу ошибаться, но, по-моему, парламент Латвии еще принял такое решение. Это правда, да. Надеюсь, что это вторая организация в мире. Символично то, что Латвия, кстати, вчера сообщила, ну, это официальные данные, что, оказывается, Латвия занимает первое место в мире по помощи Украине. Первое место в мире. В пересчете на душу населения, естественно, да. Там 300 с чем-то миллионов, но это общая помощь, военная, гражданская, да. Вот, ну, хорошее такое. Ну, а ПАСЭ, вот, знаете, я вам признаюсь, не настолько я подкован, к сожалению, чтобы рассказать о последствиях. Вот я не знаю, будет это влечь за собой какие-то последствия, вот именно когда это парламентская ассамблея Совета Европы. Все-таки, понимаете, это же политический орган, неисполнительный. Мы много раз видели за время этой войны, как Европарламент принимал какое-то решение, а потом оно не случалось. Например, нам же всех порадовало, я помню, когда еще буквально в апреле или в марте Европарламент проголосовал за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. И собирался проголосовать, что интересно, за предоставление статуса члена Евросоюза. И мы все такие сидели, ох, ничего себе, мы уже кандидаты в члены и к вечеру будем членами. Но это заняло все-таки несколько месяцев, как мы помним по факту, да, потому что есть исполнительные органы и подобного рода решения уже в их компетенции. Потому что политик, он может быть немножко популистом. Так и это парламентская ассамблея, вот тут ключевое слово, она парламентская. То есть это политическое решение, а не менеджерско-исполнительное. А все-таки законодательная власть и исполнительная власть в Европе, естественно, как и принято, разделены. Поэтому это только превышает. Но политические декларации тоже важны в этом мире. Это имидж, да, это... Нет, без этого, слушайте, нет. Это самое важное, потому что, когда мы говорим там Европарламент, это избранные, избранные. То есть это представители народа, это значит народ Европы проголосовал за. С этого момента исполнительные органы и запускают процедуры. Они обязаны это делать. Они не могут сказать, нет, нас не интересует, что думают народы Европы. Они обязаны сказать, так, у нас есть такие-то опасения, такие-то ограничения, давайте пройдем это. Нам тогда принесли, собственно, как это, бумагу для заполнения там анкеты, да, потому что, ну раз, народ захотел. Так и сейчас. Народы Европы сказали, что они хотят считать Россию страной-террористом. Вот это решение политическое. Теперь, какова роль исполнительных органов Европы? Решить, что это означает. Вот этого решения у нас нет. Ведь если в Америке, если бы американцы признали, Госдеп признал Россию страной-спонсором терроризма, то все последствия юридически были бы ясны. Вот мы с вами много раз, по-моему, их обсуждали, да, что, как только признается, с этого дня, вот раз, два, три, там есть три важных фактора. А вот что такое, когда это признала Парламентская Ассамблея Совета Европы? По-моему, у нас нет законодательной базы на эту тему, и нужно будет, собственно, принимать исполнительным органам решение, вот что это будет означать в переводе. Ну, про заговор, да, потому что продолжают, продолжают там истерики вокруг моста Крымского, вокруг некоторых других происшествий. И некоторые инсайды от Кремля говорят о том, что в ближайшие дни, во время визита Владимира Путина в Астану, вот сейчас прямо, да, вот, либо сразу после возвращения его оттуда начнутся аресты, серьезные перестановки в силовом блоке. И говорят о том, что очень серьезно крепнет вот эта троица Пригожин, Кадыров и генерал Суровикин. Как вы думаете, насколько возможно это действительно? Ну, потому что, ну, слишком уж много, я со всех сторон об этом говорю, очень много. Это очень серьезная история, действительно, вся эта история с расследованием там Крымского моста. Сегодня, по-моему, даже армянская прокуратура, если не ошибаюсь, завела дело по поводу, да, прям насмешила. Это прям как армянское радио сообщает. Вот, мне это напомнило, когда армянская прокуратура решила завести дело по поводу того, что у нас на войне мы уничтожили очередной мост. Сколько мы уже мостов уничтожили? Армянская прокуратура не интересует понтонные переправы, которые мы каждый день уничтожаем через Днепр. Пусть они тоже заводят там у себя в Армении уголовные дела, уже просто страна комедия реально стала. Ну, при всем уважении к целому народу Армении, вот то, что они сделали со своей страной, когда... Я почему это так разогрелся, да, потому что когда Путина поздравляли на прошлой неделе с днем рождения, его поздравило всего несколько стран, как мы выяснили, всего четыре, но Армения поздравила три раза. Армения поздравила три раза, понимаете, потому что и премьер, и президент, и президент, или там премьер Нагор на Карабах. Вот, то есть из четырех поздравлений три от Армении. Теперь еще Армения уголовное дело заводит. Но теперь переносимся в Москву, и по поводу этого триумвирата, который вы озвучили, я бы пока не записывал туда Суровикина, пока не записывал бы. Мне кажется, это человек совершенно другого уровня, имеется в виду ниже, а не выше. В смысле, никак нельзя ставить на одну доску повара Путина, пехотинца Путина. И, ну да, я понимаю, что это человек, которого лично Путин поздравил с днем рождения, потому что у него было на следующий день или что-то такое. Но, мне кажется, калиф на час, товарищ Суровикин, но это мое субъективное мнение. Я просто посмотрел на его лицо. С таким лицом звания следующего уже не дадут. И не только лицо, конечно же, решает здесь, а то, что это очередной, на самом деле, давайте честно скажем, очередной безликий генерал из бесконечного ряда российского офицерства. Даже за время нашей войны мы все очень быстро забываем такие важные вехи, потому что они не важны. Вот важные мы помним. Мы помним Бучу, мы помним Мариуполь, мы помним угрозы ядерного шантажа и так далее. А вот это мы забыли, что публично менялось три начальника вот этой спецоперации. Просто они не назывались этими словами, поэтому говорили, об этом сообщали все, но не называли, вот не было должности такой. И вот первый, который был, мы не помним кто, потому что, правда, мы не знаем даже, кто-то был первый, который командовал, потому что мы помним, что этого первого уволили, вторым назначили Дворникова. Потом уволили Дворникова и назначили, вы будете смеяться, Суровикина. Потом уволили Суровикина и назначили какого-то Пахло или как-то так, вот я даже не помню фамилию, по-моему, Пахло или что-то такое, по-моему. Вот. А дальше все вообще забыли, кто командует, потому что все поняли, что никто там особо не командует, и, в общем, не важно. Ну, а теперь Суровикин. Вот мне кажется, что вся история про Суровикина, это пиаровский удар Кремля, типа нам угрожают, смотрите, мы послали к вам мясника, страшное дело. И нас пытаются запугать тем, что они прислали очень страшного человека. Но это не страшно, это смешной и толстый человек, а не страшный и сильный. Надо так к этому относиться. Естественно, у него нет никакого там авторитета особого. Ну да, один из многочисленных. Их там сколько в этом штабе генеральном, этих генералов шляется. Кто они такие? Все их качество мы видели. Давайте так, ЧВК спросите у военных у наших. То, что мы слышим от наших околовоенных кругов, как минимум, что ЧВК умеет воевать, ЧВК умеет воевать. То, что у него боевой опыт, они воевали в Африке, они воевали в Сирии, они умеют воевать. Все, что было взято, все, что было взято во время войны штурмом, все было взято ЧВКшниками. То есть, в опасное рубежное, это ЧВК. Северодонецк-Лисичанск, это ЧВК. Что они там еще взяли? Они с трудом взяли Пески, это было ЧВК. И ЧВК пытается взять Бахмут, но не взял. Это ЧВК. То, что они с разгону взяли Херсон без ЧВК, это с разгону, в смысле, когда мы его не охраняли и не обороняли. Все, что взято в боях, взято ЧВК. Поэтому именно повар Путина действительно важный персонаж. У него есть сильная армия, которая способна решать задачи на поле боя. Что взято российской армией? Ничего. Взяты холодильники, унитазы, телевизоры. А также взяты дети, чтобы с ними производить, так сказать, известные мероприятия. Не буду даже озвучивать какие. Это то, чем занималась армия все это время российская. И Суровикин среди них. В смысле, а чем он отличается? Поэтому нет, его бы я ни в коем случае не писал. Есть два действительно персонажа. Третьего не хватает в русской традиции, я согласен. Но я бы третьим скорее поставил уж, знаете, на мой вкус, пока. Пока. Это этот. Все время забываю его фамилию просто. Я помню, что он оленевод. А кто он по фамилии? А? Сойгу. Нет, другой оленевод. Есть же еще один. Мэр Москвы. Есть какой-то оленевод. Мэр Москвы. У них все оленеводы. А Собянин. Собянин. А Абрамович оленевод, как известно. Это Собянин, правильно, Собянин. Вот Собянин туда мне больше напрашивается в этот триумвират. Потому что, знаете, в любом триумвирате должны быть как бы разные типажи, что ли. А у них уже один этот есть военный. Причем военный у них, естественно, Кадыров. Тот у нас зэк. Военный Кадыров. И нужен гражданский. Человек, которого можно, типа, пускать на какие-нибудь приличные мероприятия. Вот в Астану отправлять на совещание. Вот им нужно Собянин. Зачем им еще один генерал? В смысле они, что военные хунты собираются быть? Мне им неинтересно. Макрон на заявление сегодня, честно говоря, всех достало. Ну, Макрон не впервые, как бы и вашим, и нашим. Но то, что он прямо заявил, что Франция не ответит ядерным оружием, если Россия приберет к тактическому развертыванию его против Украины. Это было прямо в его интервью. И это была прямая речь. Но вот буквально следующее. Наша доктрина опирается на коренные интересы нации. Они четко определены и не будут затронуты напрямую, если, например, произойдет баллистическая атака в Украине, в регионе. То есть он прямо говорит, слушайте, а ваши проблемы, ребята, мы будем защищать только своих, только французов. Ну, это как-то очень, знаете. И, кстати, это противоречит тому, что говорил Баррель сегодня тоже, понимаете. Не совсем. Рассказываю. Я сначала расстроился, конечно, увидев это заявление. Но, когда видишь, ну, когда чувствуешь такие эмоции неприятные, действительно, Наташа, которые вы описали, надо же обратиться к первоисточникам, чтобы понять, что, почему, как, зачем. Я читала интервью, я читала первоисточник. Нет, я не к интервью. Интервью, безусловно, да, все как бы. Я понимаю, что вы читали даже первоисточник. Я, естественно, краткое содержание для нерусских школ. Но я не про тот первоисточник. Я про то, что, а действительно ли у них такая доктрина? А что, собственно, в чем дело? И тут я понял. Стоп. Внимание. Господин Шатерман, остановитесь. Франция не подписывала Будапештский меморандум. Франция не подписывала Будапештский меморандум. Германия, Британия, США. Следовательно. Из ядерных держав? Ведь там речь шла о том, что Украина отказывается от ядерного оружия. А они и дальше начинаются спорные. Сейчас там, чтобы нам в комментах не писали, что неправда, они не обещали, не гарантировали. Начинаются некие спорные слова, сводящиеся, по сути, к тому, что они являются нашим, все вот эти там страны, включая Россию, кстати, являются нашим неким зонтиком защиты из-за того, что мы отказались от ядерного оружия. Так вот, среди этих стран ядерной Франции просто нет. Есть ядерная Британия и ядерная США. Поэтому Франция, как вы понимаете, тогда в 90-е годы имела возможность подписать, если бы захотела. Но она не захотела подписывать. А почему? Потому что у них действительно есть доктрина. Она действительно существует. Это не секрет. И она действительно не предполагает такого вмешательства в иностранные вопросы. Вот как Германия долгое время никогда не посылала свои войска за границу до Косово. Вот до Косово ни разу немцы там не летали на своих военных самолетах ни над чем, начиная со Второй мировой войны. И только Косово стало первым таким прецедентом. Так Франция никогда не обещала никому безопасность своим ядерным оружием, потому что да, это их политика. Ну что поделать? Ну это французы. Они так решили, они так выбрали. В отличие от американцев и британцев, которые идейно считают себя ответственными за весь мир. Ну другая идеология у этих людей. И британцы и американцы за нас поэтому вписались, а Франция прямо сказала, что вписываться не будет. Поэтому я вдруг понял, так это последовательно. Это не неожиданно. Мы могли бы сами, если бы нам сказали, Франция скажет как? Вот так скажет, потому что вот ее доктрина. Все официальные документы. Почему это не противоречит Боррелю? И почему Боррель меня сильно порадовал сегодня? Тут вот другое. Значит, Боррель не сказал, что будет применено ядерное оружие против России. Так же как и Макрон не сказал, что он не применит обычное, конвенциональное оружие против России. Он же этого не сказал. Он сказал, мы не применим ядерное. Что не означает, что не применим конвенциональное. Дальше. Боррель. Давайте вспомним, кто такой Боррелли. Это, по-моему, очень важно. И кем он был в начале войны. Вы помните, что в феврале 2022 года Боррелли ездил в Москву? В начале февраля. И этот визит Боррелли в Москву был признан провалом европейской дипломатии, если сегодня вспомнить. Мы же, надо все время, вот, все время есть соблазн, когда нас бомбят, и когда отключается электричество, есть соблазн думать сегодняшним днем, максимум вчера и завтра, да. Вот будет у меня завтра дрова или не будут. Вот, эх, жалко, что я вчера не запас батареек. Все, мы войной думаем три дня, сегодня, вчера, завтра. Но когда это большая война, большой военно-политический конфликт, давайте все-таки вспомним, с чего все начиналось-то сейчас, хотя бы даже в рамках этого года. Боррелли ездил в Москву в попытке остановить эту войну. Был, ну, практически недопущен ко двору, по сути, да, вообще-то. Что и было признано поражением дипломатии, потому что его даже не стали слушать. Все его осудили. Как он вообще мог? Как он посмел ехать к этим преступникам? Обсуждали его мы, мы с вами, ну, мы, я имею в виду сейчас украинцы, да, я сейчас не вас, не себя имею в виду лично. Но мы, украинцы, осуждали его за то, что он, в принципе, поперся в эту преступную для нас Москву. И вот сегодняшний Боррелли. Спустя 8 месяцев, всего лишь, ровно 8 месяцев спустя, с его визита. Боррель, который говорит, мы уничтожим всю российскую армию, всю, представляете, всю российскую армию. Мы не нанесем симметричный удар, мы не задушим вас санкциями, мы уничтожим всю российскую армию. А теперь вспомним должность Борреля, глава европейской дипломатии. Давайте вспомним какое-нибудь резкое заявление главы российской, европейской дипломатии за всю историю существования Евросоюза. Мы не вспомним ни одного. Никогда не было, да, это правда. Ни одного. Я помню, как ездил Буш с визитом в Евросоюз. У него был такой визит, Джордж Буш, младший, и встречался он, по-моему, с этого звали Романа Проди, итальянцы. И вот Буш с Романом Проди стоят, что-то там обнимаются, жмут руки, потому что они что-то там торжественные какие-то ленточки, а Романом Проди был глава Еврокомиссии. Торжественно перерезали ленточки, все так красиво и хорошо. А потом я читаю интервью Буша, какой-то кусочек интервью Буша в экономисте. И говорит, вы знаете, я тут ездил в Евросоюз, какая-то странная, говорит, организация. Я, во-первых, не понял, кто у них вообще главный, кто у них отвечает за иностранные дела, непонятно. Поэтому я даже не понял, с кем там с ними разговаривать. Сказал простой достаточно, как мы помним, человек Джордж Буш-младший. И действительно тогда такое создавалось ощущение, кто эти люди. Роман Проди, человек, который итальянский пенсионер, который просто ходит, улыбается и разрезает ленточки. Так тогда казалось. Тогда так казалось. А другой пенсионер, Жескар Дестен, бывший президент Франции, в тот момент писал Конституцию Евросоюза, которую провалили на первом же референдуме в Португалии. Они два года ее писали, а потом решили 30, ну тогда было 20 с чем-то стран, провести голосование в каждой стране. Референдум, первое Португалия, отказать, выбросили Конституцию. То есть все это выглядело не очень, не очень единым. И вдруг Бород говорит, мы уничтожим, мы, не мы попросим австралийцев, американцев, мы, кто такие мы, Евросоюз. Но он сказал, мы Запад, мы НАТО, мы Запад и так далее. Это же самое жесткое заявление в истории Евросоюза. Так минимум в истории. Раз мы уже заговорили о хэштеге, кто эти люди, я не могу не вспомнить о том, что сегодня РМАК практически поставил ультиматум о Красном Кресту. И дам три дня на то, чтобы они все-таки собрались и поехали в Еленовку к нашим пленным. Уже сколько прошло времени, да, когда там находятся наши ребята. И никто вообще даже в ус не дует. Просто организация, которая получается сумасшедшая, бешеная бабки, не постесняемся, да, от мирового сообщества на свою деятельность. Я не знаю одну вещь, и она является тайной, по-моему, от всех в публичном поле, по крайней мере. Стоит ли подпись Красного Креста под договором о сдаче, ну, скажем так, сдаче нашего гарнизона из Азовстали. Это была некая сделка, заключенная, как мы помним тогда, где-то там в Турции. Непонятно кем, непонятно с кем. Но они принимали участие в самой, насколько я знаю. Знаете, там были так представители, разговаривали. Но потом нам всем было сказано, нашей властью, что мы просим вас все это не обсуждать. А я помню, как Белецкий и Дмитрий, да, не Дмитрий, Андрей, Андрей Белецкий, основатель полка Азов, вообще обратился к украинцам с просьбой. Я попрошу вас не додумывать ничего и не пытаться интерпретировать вот эту сделку, потому что вы можете навести ущерб. И это попросил не какой-то там политик-чиновник, который там мог как-то это использовать в личных целях. Нет, это попросил Андрей Белецкий. Поэтому додумывать тоже не хочется. Ну, додумывать, что там, какова там была роль этого Красного Креста. Но Ермак-то знает. Поэтому я думаю, что его требования справедливы, потому что иначе бы он не стал требовать. Он-то знает, в отличие от нас. Сто процентов. Михаил Подоляк, давая одному из очередных изнаний интервью, сказал о том, что опасность ядерного разрешения конфликта существенно снижается. В то же время НАТО приняло решение проведения ядерных учений в 600 милях от российской границы. Так заявили сегодня в Белом доме. Не говорят, где именно, но довольно близко. Ну, я так понимаю, что точно, так сказать, вместо учений и не будет называться, что совершенно естественно. Реально боеприпасы использованы не будут, но учения будут. Это означает, как бы, вот так, ну, она же тихонько грозила, там называется. Да, если верить каналу генерал СВР, не знаю, верить ли ему, но обычно они выдвигают как минимум красивые версии. На сегодня было запланировано именно ядерное испытание Российской Федерации. То есть не ядерное учение, а ядерное испытание. Разница огромна. Ядерное учение, то, к чему готовится НАТО, это как мы будем действовать, если где-то взорвалась атомная бомба. Вот мы тут ложимся головой к взрыву, да, а здесь мы там, не знаю, какие-то БТРы, тем самым хлоркой там моем. Ну, я условно рассказываю. А вот ядерное испытание, это физически взорвать ядерный заряд. Это то, что собиралась сегодня сделать Россия. И в этом мне очень верится. Вот в этом мне очень верится, что Россия собиралась взорвать испытательные ядерные заряды. Где-то в Борисовом море вроде бы. Да, да, да. Просто, чтобы показать, что они готовятся. И, ну, соответственно, НАТО тоже готовится, да. И, понимаете, Подоляк же сказал, что вероятность снизилась. Он не сказал, что этого не будет. Я вам так скажу. Мне кажется, что вероятность снизилась, но временно. Пока в России у власти лично Путин, весь мир висит на волоске. Совершенно серьезно, не шучу. Из-за опасности ядерного взрыва. Потому что Путин не руководствуется логикой. Руководствуется какими-то своими минутными интересами, своим физическим состоянием, эмоциями. Это мы все наблюдаем. Кстати, сегодняшняя речь, сегодня Путин, по-моему, это сегодня было или вчера, не помню, сегодня. Он выступал с речью на саммите вот этого. В Кирамиде энергетического форума. Нет, другой, другой еще. На саммите СИКа, как-то так называется, где там собрались восточные лидеры. А, да. Да, не понял, по какой теме там саммит. Но что интересно было в его выступлении? Опять бред. Но бред трех разных сортов. То есть, если раньше все-таки он пытался бредить хотя бы в одну сторону, то тут в одном, не очень большом выступлении. То есть в списке не односолодовый. Да, вы понимаете, это означает, что какая-то куча авторов, куча групп влияния. Потому что там внутри была история про то, что надо сейчас выплатить эти репарации Афганистану за оккупацию. Это новый, да, тезис? Репарации Афганистану за оккупацию. Как здрасте. Да, да, да. В том же, в том же тексте. Что ж там еще было? Мне не хватит уже в голове. Короче, я не вспомню факты сами, но три вида его постоянной так вот этого бредка. Это религиозный бред внутри. Дальше вот это исторический бред про репарации Афганистану. И зеркалить нас, что те террористы или мы террористы, а не террористы. Вот это все. И это все сложно в одну кучу. Это все очень смешно, когда ты это слушаешь. Но очень грустно, когда ты понимаешь, что у этого человека есть ядерная кнопка. Очень грустно. И опасно. И я думаю, что господин Подоляк, опять-таки, он знает лучше меня. У него есть данные разведки. Но и мы из открытых источников видим, что пока принято решение этим всем не баловаться. В России я имею в виду. Не обострять ситуацию. Они напуганы. Россияне напуганы. Выступлениями. Борреля. Это они еще до выступления. Это они еще Борреля не слышали. Это они пока только с нашими младшими разговаривали. Они напуганы выступлениями, конечно, и американских чиновников, и европейских, и британских. И я уверен, теми звонками, которые раздавались у них в администрации, где им объяснили последствия. Я думаю, что заявление Борреля еще больше снижает вероятность того, что они применят ядерное оружие. Но к чему мы должны быть готовы? Сегодня нет. Но сегодня мы еще и Херсон не освободили. И Луганск не освободили. И в Крым мы еще не зашли. Вот когда зайдем, к сожалению, эта вероятность снова вырастет, если в этот момент у власти будет Путин. Поэтому лучшим решением для всего мира было бы то, что вы сказали. Вы сказали про повар Кадыров и какой-нибудь, неважно сейчас, хоть вот этот пускай мясник, какая нам разница, бокалейщик, кто угодно. Кто там был? Кардинал и кто? Помните? И галантерейщик или кто там? Не помню. Да, да, да. Ну тут пускай будет мясник, кардинал и мясник пускай спасают мир. Любая троица, которая сдвинет сегодня Путина с этого места, сведет вероятность именно ядерной войны к нулю. Потому что никто кроме Путина, никто кроме нас ее не начнет. Ну вот вы еще вспомнили про Херсон. Надо сказать, что военные эксперты говорят о том, что у Путина есть только один выход. Потому что возвращаются сейчас несколько тысяч наших хлопчиков, обученных очень серьезно работать с современным оружием из Британии и из США. И это будет вообще как бы еще более сильная армия. У Путина же вот эти вот, как их там называют, мобики, шмобики, я не знаю, люди, которые вообще не умеют воевать. И если до декабря, как говорят военные эксперты, он не предпримет, что это экстраординарное, то в принципе Херсон будет занят в ноябре. Будет занят. Арестович обещает через месяц. Мы сейчас видим, как российская армия пытается закрепиться на новой линии фронта Херсонской области. Там вот как-то деревня называется Милово, да, в районе поселка Милово. Но это их последняя попытка удержать оборону, потому что они отодвигаются, они отодвинулись уже больше, чем на 20 километров. Да, и вот тут вот как бы это серьезный момент. Главное, что у ЗСУ хватило дыхания продолжить это контрнаступление, как мне кажется. Ну, во-первых, как мы обычно в таких ситуациях говорим, так мы же еще ничего не начинали на самом-то деле. Я, мне кажется, я не военный, но мне так кажется, что наступление на Херсон еще не начиналось. То, что мы отодвинули их на 20 километров, это такая типа подготовка, что ли, к этому наступлению. И все, что мы видели, как воюют залужные, как говорится, в этой войне, не будет никакого фронтального наступления. Чем они там укрепляются, это вообще все равно. Но я думаю, что не только военные подъедут тренированные, но и новая техника с каждым днем прибывает. И новые Хаймарсы из новых пакетов помощи прибывают. И новые боеприпасы для Хаймарсов, что не менее важно, прибывают. А вчера Германия, как мы слышали, пообещала. И Франция сегодня, кстати, тот же Макрон. Да, он сказал это, но тут же выдал нам гаубицы. И вот в сумме весь этот инструментарий, да, мне кажется, в кратчайшие сроки способен помочь провести какую-то операцию по освобождению. Но, как вы говорите, если Путин не предпримет чего-нибудь, он не может предпринять ничего экстраординарного. Но он может, знаете как, можно интенсифицировать чем-то. У него нет таких инструментариев. Вот у нас есть, потому что нам все могут более и более совершенно оружие подвозить. Путина за всю войну одна прорывная вещь, ну честно, да, давайте. Это вот эти иранские беспилотники, которые оказалось... Ну просто мы еще пока не научились с ними до конца справляться. Как сегодня сообщило наше военное командование, они их используют как зажигательные бомбы фактически. То есть не как бомба, а как зажигательные бомбы. Вот во время войны фашисты тоже сбрасывали там на Ленинград зажигательные бомбы, зажигалки. Они пытаются сжигать нашу инфраструктуру. Это бесполезно против армии совершенно все эти их... Один раз они смогли этим шахедом взорвать один из склад боеприпасов под Одессой. Все остальное это только гражданские объекты. Но это был единственный момент, единственный, подчеркну, когда было качественное изменение. Бывает качественное, бывает количественное. Вот качественное за всю войну одно. Иранские беспилотники, потому что они способны пролететь тысячу километров и вызвать пожар. Все, других мы за 8 месяцев не наблюдали. Все остальное количественное. Можно бросить больше артиллерии или меньше, больше людей или меньше. Но мне кажется, что Путин вот этим больше людей, он не способен... Когда ты делаешь только количественное, а не качественное изменение, ты не можешь изменить ход войны. Не можешь. Но ты можешь изменить сроки. Я думаю, что если он перебросит сейчас какие-нибудь 50 тысяч человек, заставит их плыть через Днепр с ружьями, как Чапаева, да, то из этих 50 тысяч, глядишь, 5 тысяч доплывет, правильно, на другой берег Днепра. И они встанут там в оборону. Вот это он еще может сделать. Поэтому я подозреваю, что прогноз Арестовича по срокам может не сбыться. Он сбудется по факту, но может не сбыться по срокам. У Путина же не заржавеет 50 тысяч заставить плыть на лодочках, правильно, как? Сколько через Волгу переплыло на лодочках в Сталинградской битве на плотах, да, вспомниться? Ну, вот так. Хаймарсов, правда, не было у немцев. Не было хаймарсов. У нас есть уже плюс 4 за эту неделю. Прибыло еще 4 штуки. Так 4, а плюс еще, знаете, да, немцы выделили 2 марса, а марсы это умножать на 2 надо по мощи огневой. Поэтому это как будто еще 4 хаймарса и французы какие-то 2 еще. Плюс эти арисы, это же тоже очень замечательное оружие. Смотрите, вот мы только что говорили об этом форуме в Астане. Там же в рамках этого форума он встретился также с Ардаганом, да. И в беседе с Ардаганом, они 2 часа говорили, ну, что довольно долго. Путин заявил, что Турция стала самым надежным маршрутом поставок газа в Европу, да. И отметил, что была предотвращена попытка организации взрыва на турецком потоке. Ну, а до этого Песков, как мы помним, говорил, что готовили там, дескать, взрыв на турецком потоке, на российской территории. И было арестовано несколько человек, который якобы, там, зачем он все время нагнетает вот это вот что, там, эти террористы, те террористы, тут террористы. Просто чтобы стрелку отвести или готовить какую-то еще более изощренную гадость. Конкретная история про взрыв турецкого потока придумана в администрации Путина с двумя целями, чтобы убить двух зайцев. Заяц первый сработает, второй не сработает, сразу говорю. Заяц первый показать россиянам, что они уж не совсем, ну, что ФСБ не совсем уж лохи, что они хоть где-то, хоть что-то предотвратили. А то, получается, у них этот Северный поток кто-то взорвал. Он же говорит, что кто-то, не они взорвали. Кто-то им взорвал Северный поток, кто-то им взорвал Крымский мост. Ну, ладно, все остальное там по мелочи. Кстати, он, да, он признался, что разбомбили ему Крым, Белгород, Курск. Типа, братан, на что-нибудь ты смог остановить хоть где-нибудь вообще? А ты вообще на что-нибудь способен? Вот он придумал, мы зато предотвратили взрыв Северного потока, турецкого потока. Но что-то хоть надо было ему придумать. Это то, что сработает, потому что россияне в это поверят. Вторая цель его, это был Эрдоган. Это был Эрдоган и турки. Потому что он хочет нас поссорить с Турцией. То есть показать, что вот мы, ведь смотрите, если бы турки не были нашими союзниками, а был бы там какой-нибудь тиран, который поставляет беспилотники, ну, конечно, мы бы взорвали к черту этот поток, а что за проблема-то? Но там Турция, это наш союзник, мы не собираемся ему перекрывать газ, поэтому мы ничего не взрываем. Он хочет нас травить с Турцией, хочет Эрдогану показать, какие мы сволочи, но Эрдогана обмануть не получится по очень смешной причине. В отличие от российских спецслужб, которые мы видели в результатах их деятельности, я его только что перечислил, в Турции есть спецслужбы, в смысле есть, у них есть разведка, они все знают. Они бы знали, если бы готовился, если бы был предотвращен взрыв турецкого потока. Поэтому Эрдоган не слушает Путина, ему не интересно, что говорит Путин. Знаете, вот у нас иногда зрители наши чаще слушают, что говорит Путин, чем Эрдоган слушает. Наши спрашивают, а вот Путин же сказал. Да какая разница, что он сказал, что вы слушаете? Надо исходить из действий. Действия важны, слова Путина не важны. Слова Эрдогана, кстати, важны. Но Путин вот для этого всю эту историю придумал. Миш, ну и, так сказать, вот то, что муссируется постоянно эти 8 месяцев, мне кажется, сейчас приобретает какие-то зримые очертания. Вот этот вопрос раскола российских элит и транзита власти. Вот, да, потому что то, что ФСБ, ну, сегодня совершенно очевидно, что ФСБ, которая всегда стояла за спиной Путина, начинает за его спиной рыть под тех людей, которым он оказал абсолютное доверие. Под Пригожина и под Кадырова. Причем очень, собирают очень серьезный компромат. И, как говорят, там, Пригожина собираются серьезно брать за жабры, потому что он тратит очень много денег. Никаких лагерей этих там, где тренируют его этих ребят, нету фактически. Вот, ну, и многое-многое другое. Коррупция, своеволие, наплевательство на официальные институты власти. Вот, вот что вменяет МФСБ. И они понимают, что они стали серьезной угрозой. Серьезной угрозой. А если их все-таки попытаются сметать, нужно будет говорить, ставить вопрос все-таки об адекватности хотя бы частично Путина. Понимаете? Мы уже столько слышали за эту войну, опять, если вспомнить, 8 месяцев последние, уже почти 8 месяцев идет война. И почти каждую неделю была какая-нибудь новость из Москвы, в духе, что те покопают под того и собираются с таким-то сделать что-то. Значит, организация X копает под человека Y, собирается сделать с ним действие Z. Z здесь не ввестно, хорошо. А, B и V. И мы ни разу не видели ни одного результата. Вот просто ни разу, ни одного. Мы увидели, что кого-то посадили вот из тех, кто хоть как-то на виду вообще. Мы увидели, что хоть кто-то смещен с должности. Тот, кто на виду, хоть один человек. Нет. У нас, наоборот, все время назначают новых и новых. То есть как? Придумывается новая должность. Вот типа, а теперь еще у нас будет командующий вот этим войсками. Назначается. А теперь у нас будет начальник ЧВК Вагнер. Раньше же не было такого начальника. А теперь есть тут Пригожин. Назначили. А теперь у нас будет кто-то, кто отвечает за, что там, вот это, строительство на оккупированных территориях. И это вот этот, херну, хуйну, не хочется вспомнить. Я не помню, как его назвать. Нулин, Нулин. Граф Нулин, да. Граф Нулин, вице-премьер Российской Федерации. Он сейчас просто восстанавливает всеми силами Крымский мост. Видите, назначили, да? Кириенко назначен. Назначений сколько угодно мы услышим. Мы не удивимся, если назначат нового повара. Но старого не уволят при этом. Вот. Поэтому я... То, что они все друг подруг копают, я верю. Мышленная возня, куда без нее. Но что кто-то решится и что-то сделает, вот из тех, кто был из старых сил, сейчас я говорю. Давайте. Все ФСБ, это старые силы. Они все были до войны, на виду и есть сейчас. Вот в их энергию действия, я не готов поверить вообще. А есть новые силы. Вот в энергию действия того же Пригожина я готов поверить. Потому что до войны у него не было никакой должности. Он не был никем официально, поваром Путина. И опять, я не говорю, что это точно так. Я не говорю, что он точно готов. Но у этого есть шанс. Это новый человек. Это новая сила, новая энергия. Вот. А у старых нет, у них нет. За 8 месяцев они не предприняли ни одного действия. Вы понимаете? Ни одного. Вот у них каждый провалил свое направление. Шойгу провалил. Кто не сомневается? ФСБ. Ну извините, кто-то же взорвал у вас Северный поток. Кто-то у вас взорвал мост. Что ФСБ? Уволили директора ФСБ? Не уволили. Вы потеряли в поддержке дипломатической. У вас 5 стран голосуют против вот этой резолюции. 5. Даже против Крыма голосовало 15. Лаврова никто не уволил. Поддерживала Россию. Да, поддерживала Россию. А сейчас у вас осталось 5 поддерживающих стран. Меньше, чем в начале войны. Представляете? Меньше, чем в начале войны уже. Ну все. Да еще какие страны вообще смешные. Да, но даже этих уже нет. Все, последние остались 5. Уже Эритрея отказалась от поддержки вас. А Лаврова никто не уволил. Никто же не уволил Лаврова. Никто же не поднял вопрос. А зачем нам такой дипломат? Я помню, как мне перед войной еще. Когда мы еще по-другому общались с россиянами. И даже со сторонниками Путина я общался с отдельными. Ну потому что, да, я с ними ругался, спорил. Но мог разговаривать. Сейчас уже не могу. И вот мне одна знакомая говорит. Нет, ну я понимаю, что ты вот там Путин все-таки. Да, сама понимаю, что он так. И это так. Но Лавров-то настоящий дипломат. Я говорю, дорогая, как настоящий дипломат? Вот он вступил на должность МИДа. В каком-то там году. В 2004-м. Ну я сейчас точно не вспомню. И вот сейчас. В 2004-м Россия была признанным одним из признанных растущих стран мира. Уважением пользовалась. Там, сям, пятое, десятое. Сколько поддерживала во время голосования. А сейчас никто. И ты хочешь сказать, что это министр иностранных дел? Какой он дипломат-то после этого? Вот же результат. И вот сейчас никто никого не уволит. Я ставлю на повара. Ставлю на повара. Ну в смысле в этой конфликте, который вы сейчас описали. Я ставлю на то, что скорее повар разнесет к черту ФСБ, чем ФСБ разнесет повар. Ну об этом говорят все. Почему 7 месяцев назад больше немножко уже никто не видел, что будет война? Потому что Россия была пусть очень неприятной, пусть очень такой, знаете, терранической страной. Но она была растущей страной. То есть с Путиным все здоровались за руку и его признавали и так далее. А, так сказать, сейчас это страна, которая находится практически в изоляции. Это страна, которая скорее ее уже нет, чем она есть. И, как говорит Пастухов, вот так и хочется, подражая Боярскому, запеть, куда вас сударь к черту занесло. Неужто вам покой был не по карману? Ну вот оказалось, что покой ему не по карману, понимаете? Что ж, наши зрители, я думаю, с нами были сегодня до конца. Поэтому мы им скажем, что, друзья, во-первых, спасибо, что были сегодня с нами. Михаил Шейтерман и я, Наташа Влащенко, были сегодня в эфире специально для Фабрики новостей, для платформа Фабрики новостей. Но вы не забывайте подписываться на канал Михаила и на канал Мой Власть. Канал Наташи тоже. Спасибо большое. Спасибо. Слава Украине. До встречи. Героям слава. До свидания. До свидания.